Античный самозванец. 12 декабря 2019 года, 19.34. Дмитрий Петровский писатель, сценарист, публицист. Автор книг роман с автоматом и дорогая, я дома. Вы будете смеяться, но мы опять про Гасана Гусейнова. И не то чтобы об этом персонаже хотелось часто вспоминать, но он сам никак не уходит из новостной повестки, постоянно напоминая о себе с новой силой, словно персонаж комедии какого-нибудь Аристофана. На сей раз о профессоре Вше, называвшем русский язык клачным, Донбасс Донбассом, а ополченцев бандитами, вспомнил дизайнер Артемий Лебедев, вытащив на свет одну его книжку. Также по теме. Ректор Вше прокомментировал слова профессора вуза о русском языке и ректор Нью Вше Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывания преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего красивую книгу под названием «Психология древнегреческого мифа», которую если берешь в руки, то сразу видишь, написал ее уважаемый профессор Гусейнов. Об этом говорит его имя огромным шрифтом на лицевой обложке и на корешке. Об этом говорит его фотография на обложке задней. Об этом говорит, опять же, его имя мелким шрифтом на каждой странице. Наконец, об этом говорит даже копирайт на титульном листе. Все на месте. Кроме одного нюанса, книгу писал Ни Гусейнов. Его там, первые 28 страниц предисловия, все остальное, авторство Фадея Зелинского, антиковеда из Российской империи, скончавшегося в 1944 году в Баварии. И не то чтобы Гусейнов совсем умолчал об этом, имя Зелинского есть на обложке, один раз, мелким шрифтом. Таким же мелким, как и предисловие над огромной фамилией уважаемого профессора. Иными словами, пала последняя защита. В полемике вокруг клочного поста партия, защищавшая Гайса на Чингизовича, в основном использовала один аргумент. Да, он выразился нехорошо. Да, он, возможно, неправ, но он, профессор. Филолог, причем антиковед, то есть элита филологии. Интеллектуальный супермен, который уж точно понимает и в языке, и во всевозможных. Клокомаксима. Лично у меня с этим аргументом слегка не бились его же посты, в которых филолог демонстрирует очень посредственное владение клачным и какую-то прямую абсолютную глухость к пошлости. Стихотворение у державы-му державы. Чувствительность, которой еще один знаток языков, Владимир Набаков, называл самым русским качеством. Но филолог, в конце концов, и не должен писать красиво. Достаточно, что он понимает в написанном другими. И вдруг такой поворот. Профессор оказался даже не вором, дерзко укравшим труд коллеги со стекшим сроком авторского права. Тут хотя бы нужна смелость, а банальным наперсточником. Его вертлявый слог на страничке в Facebook оказался слогом «жулика», но «жулика» непростого. И вот на этом стоит остановиться подробнее. Мы все грезим империей и республикой. Все нет не да и вспоминаем античность. Кто, как модель идеального государства. Кто, как время, когда оформились все искусства. А кто, как эпоху, когда боги были наиболее терпимы и человечны. А небо и землю не разделяла такая непреодолимая полоса преград, как сейчас. Герои наших сериалов до сих пор живут по принципам, разработанным античными драматургами. А любой роман, который мы читаем, это либо Одиссея, либо Илиаду. В смутные времена всегда побеждал тот, кто мог или доказать, или убедительно сфальсифицировать преемственную связь с Римом или Афинами. Вспомним нацистов, откапавших у себя единственный памятник Великой Эпохи и возведших вокруг него циклопический музей Пергамского алтаря. Вспомним Дуча Муссолини и его архитектуру. Не забудем и Сталина, застроившего Москву неоклассицистическими монументальными зданиями с изображением рабочих в образах римских героев. Правда, с теми, с кем античность – самая идеальная эпоха в истории человечества. Профессор Гусейнов присвоил себе чужое именно за тем, чтобы, будучи самозванцем, доказать свое право на культуру. Право на то, чтобы учить и поучать с кафедры, чтобы определять тенденции и, да, называть столь нелюбимую им культуру клачной. Наша беда в том, что таких Гусейновых много. Претензия к либеральной интеллигенции, которую она никак не может понять и принять, состоит не в том, что она либеральна, а в том, что она самоназвана и самозвана. Про клачный язык нам рассказывают люди, произносящие английские слова, как и Туита, Туиттер и Пасси Райот. Пасси Райот. Привет, Юлия Леонидовна, путающая физику с химией. Привет и вам, Евгения Марковна, пишущая оглушительной пошлости тексты. Привет, все. А теперь, как выяснилось, еще и мелко подворовывающие. Когда история с клачным только набирала обороты, коллеги и патриоты просили уважаемого Гассана Чингизовича не трогать русский язык. Я бы попросил его не трогать и Рим тоже. В конце концов мы, третий, а четвертому не быть. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Продолжение следует... Продолжение следует...